Здравствуйте, друзья! Веселые! Некоторых не может быть у вас встречаться. Добрый день! Прежде всего, спасибо вам не за то, что лечите, за то, что выполнили свое обещание, данное мне несколько лет назад. Деньги мы вложили немалые, и, честно говоря, я не жалею. Высочайшие технологии, будь то космические аппараты, которые мы делаем, будь то атомная станция, а в медицине это вы, это всегда перспектива, на это мы ориентируемся. И еще раз говорю, не все люди это понимают, потому что не все их видят, но в каждой отрасли мы имеем высочайшие технологии, начиная от деревообработки и заканчивая здравоохранением. Так должно быть везде. Уважаемый Александр Григорьевич, вопрос, который волнует сейчас не только медицинских работников, но и всех, это военные действия у наших соседей. Мы оказались тоже в этом конфликте. В связи с этим нас интересует вопрос о том, какие возможные последствия могут быть от этого в плане роста цен, изменения курса валюты, санкций и так далее. Александр Григорьевич, чего нам ожидать? Олег, валюта, курсы и прочее, это от нашего безумия. Вот я вам точно говорю, от нашего просто безумия. Если мы начали бегать по обменникам и излишне переживать, ну так отсюда будет и курс. Я уже на это так романтично смотрю, особо не вмешиваюсь, как это было 15 или 10 лет тому назад. Поэтому смотрите сами, у нас валюты хватает. Если вы хотите перейти на доллар, который охвачен огромной инфляцией, потому что доллар напечатали, когда пандемия началась, помните, закрыли производство, локдауны, закрыли людей в квартирах, ну вы это все помните. Ну начали штамповать, печатать валюту, доллар, пошла инфляция. Хотите доллар, пожалуйста, переходите на доллар, но имейте в виду, потеряете больше, чем на белорусском рубле. Ну это дело каждого. Что же мы будем убеждать людей спустя столько лет? Поэтому вот от этого зависит цена, ценообразование. Самая тяжелая проблема не в плане того, что сдержать цен. Но вы должны понимать, если мы заморозим цены, а инфляция в основном со стороны к нам приходит оттуда, потому что там обесценились деньги, там и до сих пор производство не восстановилось. То есть рост на природный газ, я тут говорил, на нефть, больше 100 долларов уже нефть мы покупаем, металлы и прочее в 2-3 раза подорожали. И как я буду сдерживать цену на трактор, к примеру? Если я его начинаю сдерживать, производство развалится, потому что у них цена низкая, а себестоимость растет, она превысит цену самого изделия, производство остановится. Поэтому это очень тонкая-тонкая такая сфера, но я понимаю, она бьет по людям, но мы не живем в изолированном мире. И вы знаете, даже Америка, которая вроде достаточная, самодостаточная, она имеет практически ту же инфляцию, что и мы, примерно такую. Но на самом деле какая у них инфляция, трудно сказать. Мы показываем реальную инфляцию. Ну да, тяжело, 9 с лишним процентов за год. Но, Олег, жить-то можно. И в этой ситуации нам надо просто выжить. Поэтому цены, где надо, придерживаем, где надо, сдерживаем. Цены на отечественные, допустим, продукты питания нам понятны. Там мы все считаем. Это подвергается счету. Импортные, кто его знает, покупаем по мировым ценам. Поэтому вот это и идет инфляция. Что касается действий, которые у нас, у нашей родной Украины, ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, это руководство Украины. Да, действительно, там была другая основа. Я часто привожу пример. Я пограничник, я служил в западном пограничном округе. Центр был в Минске. Я после уже университета проходил службу. Поэтому я работал последние полгода в политотделе. И мне пришлось проехать от Прибалтики до Киевский центр был, до всю западную Украину. И я тогда уже видел тот национализм, который был несопоставим с Белоруссией. И когда я зашел во Львовское КГБ, это были войска КГБ пограничные, я туда захожу, у нас очень тесный был контакт. И я недавно говорил об этом начальнике комитета, я спрашиваю, слушайте, огромное здание, у вас тут больше тысячи человек работает, в правительстве у некоторых стран меньше. Он говорит, это потому что здесь, во Львовской области и в Западной Украине такой национализм, что вы, белорусы, просто этого не понимаете. Вот это была та плохая основа, которая дала свои ростки. А все остальное политики. Я же с ними со всеми работал, кроме Крючка. Я видел Кучму, я видел Ющенко, Порошенко, я вижу Володю Зеленского. Я к чему подвожу? У нас же это было в 90-е. Помните вот эти времена Шушкевичей у нас в Беларуси? Образование искромсали, русских посадили на чемоданы, хотя я часто задавал вопрос, будучи депутатом, а как определить? Я почему об этом говорю? Что одна из причин конфликта в Украине, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, на котором они хотели бы. Мы избрали другой путь. Пожалуйста, разговаривайте на любом языке. Белорусский не забывайте. Это то, что нас отличает от других стран. Ну, кто из вас не знает белорусский язык? Все знают. И читать, писать могут, и свободно понимают, когда кто-то говорит. Ну, так у нас сложилось, что мы на русском языке больше те на какой-нибудь тросянцы разговариваем. Но это неважно. Для человека придет время, будем разговаривать на белорусском языке, но давить людей не надо. Мы от этого ушли. Ну, и у нас национализма того не было. А если бы мы пошли тем же путем, у нас было бы хуже, чем Украина. Потому что Украина богаче, чем мы. А у нас была бы беда. Вот от этой беды мы ушли. Пандемия. Да, эта тема сейчас ушла в сторону. А ведь только недавно омикрон просто бушевал. А какова ситуация сегодня? И как вы оцениваете работу нашей системы здравоохранения в этих нелегких условиях? Ну, вы знаете, если бы одна система здравоохранения, уж извините, буду откровенно говорить, сражалась с этими уханьскими, южноафриканскими, английскими, индийскими, и дельтой, и омикронами и прочее, то вы ничего не сделали. Вот в чем ценность того, что есть единство. Оно и было. И власти, и общество, и здравоохранение. Вся страна была мобилизована. Когда я увидел еще до дельта этого штамма, что нам надо и лекарства, и прочее, губернаторы были все подключены, и правительство. Это была мобилизация всей страны. Нормально. Ну, а вас я всегда хвалил за то, не за то, что вы лечите, особенно коронавирус, а за то, что вы, столкнувшись с новой болезнью, моментально освоили способы лечения. Там же и педиатры лечили, и терапевты, и все. У нас же нет огромного количества специалистов этих вирусологов. У нас вирусологи не лечили эту болезнь. Я и не ставил перед ними задачу. Они ездили по больницам и учили, консультировали вас, врачей. Поэтому это была очень сильная спецоперация в стране в области здравоохранения, спасения людей. Прошли мы этот путь достойно. Это я вам вот кляну, что мы достойно прошли. Вы же видите, сейчас наш опыт берут все на вооружение. Пандемия показала важность слаженной работы системы здравоохранения в таких условиях. Это и достаточное количество коек, это кадровые ресурсы, современное лекарственное обеспечение и, безусловно, состояние материально-технической базы наших учреждений здравоохранения. Александр Ильич, как вы считаете, планируете ли дальнейшую модернизацию материально-технической базы наших учреждений? Ну, я не буду перечислять, что мы будем дальше строить, там, модернизировать. Дело же не в стенах, а дело в кадрах. У нас есть хорошие врачи, хорошее здравоохранение, но еще важнее оборудование медицинское, медицинское, оснащение. Вот мы зашли в вашу космическую операционную, и Олег говорит, ну, это норма, сейчас должно быть везде так. Вот это главное. Здесь мы взяли соответствующий крен. Ну и, конечно, удержаться на нынешнем уровне заработной платы, потому что ковид-зарплату сильно среднюю поднял в здравоохранении. Вот наша задача удержаться. Нам, чтобы люди работали, надо стремиться держать высокий уровень заработной платы. Но не уравнил, ни в коем случае. Вот мне нравится у вас дифференциация зарплаты. Там, ну, светилы, великие, они там будут получать, там, допустим, 4-5 тысяч долларов, пусть их немного. Ну, а кто еще к тому стремится, он будет поменьше получать. Будем делать все, чтобы это было лучше и больше. У меня такой вопрос. В Министерстве здравоохранения в 2019-2021 году был инициирован и реализован проект организации университетской клиники в Гродно путем силами Гродненского университета и Гродненской областной клинической больницы. Ну, эксперимент они решили провести. Значит, я согласился. Да, вот это интересное направление, но, кстати, оно соответствует тенденциям мировой медицины. Так вот, по мнению экспертов, ну, назовем наших в первую очередь, докторов-практиков, с кем мы дружим, работаем, и ведущих ученых, профессоров, коллег и университетов, в общем, большинство склоняется к тому, что это хороший опыт и, в общем, как-то он перспективен. Хотелось бы узнать ваше видение проблемы, перспективы развития ведущих клиник и медицинских университетов. Они будут развиваться и клиники, и университеты. Вопрос в сопрягаемости. В этом и вопрос. Да, да, да. Вместе работаем. Я не очень сейчас в это погружен, но поскольку в свое время они меня окунули в это и просили согласия, я наблюдаю за этим процессом. Этому быть. Сегодня я понимаю, не надо было ничего экспериментировать. Надо было идти этим путем. Сегодня, как я чувствую по министру здравоохранения и Олегу Румо, есть маленькие штрихи. Я их называю, потому что это их меньше касается. Интеграция. Университет, клиника. Или это единый будет центр с каким-то одним директором над ними, и они уже директорами не будут? Или еще чего-то там. Понимаете, вот есть эти штрихи. Это решаемый вопрос. Я не думаю, что на этом этапе нам надо настолько интегрировать эти университеты, клиники, что они как субъекты хозяйства не исчезнут. В этом нет. Будьте вы самостоятельны, университет самостоятельный. Вот программа, работайте заодно. Из этого эксперимента мы этот вопрос должны решить. А то, что молодые врачи, пока там студенты, будут здесь с первого курса телепатца у вас в клинике, будут видеть реально то, что вы делаете. В этом нет ничего плохого. Надо, чтобы университет имел эту базовую клинику. Может, у него две будут эти базы. Их не надо сейчас сливать в одно целое. Главное, чтобы молодой человек, будущий врач, вот это ремесло увидел и пощупал. Вы вчера говорили о том, что действительно, с учетом той ситуации, которая сейчас складывается в наших рубежах, в наших соседях, нам самое главное не менять такого привычного образа жизни, не отменять никакие, в том числе и политические события, которые намечены. И в воскресенье, я думаю, что большинство белорусов пойдет и отдаст свой голос на лидередуме. Хотелось бы. Но сейчас идет досрочное голосование. И цифра явки довольно высокая. Сколько на утро было? Воскресенье будет 24 раз. Да, 24. Вот вы ожидали вообще? Нет, нет. Такой явки я не ожидал. Я думал, будет поменьше. Причина в чем? Все-таки это не президентские выборы. Люди на первое место всегда ставят президентские выборы, как-то связывают свою жизнь с выбором главы государства. Потом, вот парламентские выборы и референдумы. Референдум чуть выше результаты давал. Ну, примерно стремление людей голосовать было такое. Но 20-е годы, то, что происходит в Украине, сейчас все-таки людей подстегнуло. Ну и вы молодцы. Журналисты, эксперты, специалисты уже проехали. Я смотрю по всей стране. Телевидение, средства массовой информации в этом плане работали. Все, все, все. И сенаторы тоже. Это дало свой эффект. И я не ожидал такой явки. Спасибо большое вам. Жанн Александр Григорьевич. Это ты сердце это хочешь мне подарить? Да, с вами. Ангелы. Или из одного корпуса в другое. Он говорит, что не только символ жертвенности. Это еще символ надежды. Это символ жизни. Ну, не дай бог тебе попасть. Мы очень хотели бы, чтобы вот этот сувенир, который является точной копией этого памятника и который стал... Был во дворце независимости. Будет. С недавних пор стал нашим символом, потому что специальность у нас такая, жертвуя чем-то, делать... Сильно. Спасибо, Олег. Спасибо. Он нелегкий. Это просто они символы. Молодцы. Спасибо. Спасибо.